Я всех приветствую, всем хорошего дня, хорошей недели, мирного неба над головой. Сейчас это очень актуально, и я думаю, что каждый вносит свой посильный вклад. Это касается и каких-то физических дел, и духовных дел, молитвы. И надеюсь, что этот урок тоже принесет мир всем нам. Итак, наша глава Торы Пинхас. Она начинает со словами, что Всевышний через Маше передает дар, вечный дар, потомству Пинхасу и его потомству, дар священнослужения за тот поступок, который он совершил. Напомню, что этим заканчивается наша предыдущая глава. Пинхас убивает земли, главу колена Шимона, с его, можно так сказать, подельницей Козби. Он их протыкает как раз в момент разврата, один из грехов, который наказывается смертью, и который привел к идолопоклонству, за что весь народ был наказан мором. И Пинхас останавливает этот мор. И как говорят комментарии Торы, что в этот момент Всевышний бы не остановился, если бы не появился Пинхас. Ведь Маше в этот момент молчал, он ничего не говорил. И только лишь один человек из всей общины, сделав такой вот героический поступок, о котором мы поговорим чуть-чуть дальше, останавливает этот мор и получает вот эту награду. Можно задать вопрос, почему, опять же, эта история, как очень часто Тора делает, и не просто так, она разделена. Можно бы был этот кусочек, это довольно-таки небольшой отрывок, принести сюда, в эту главу Пинхас. То, что он сделал, получил награду, и пошло-пошло, как бы, повествование дальше. Но, тем не менее, происходит разрыв, события, которые произошли в предыдущей главе, и награда в нашей главе, в главе Пинхас. Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, давайте вспомним, почему человек все-таки приходится ко Всевышнему. Но говорить мы будем не о той точке начала, когда вот проявляется, появляется вера у человека, такая ощутимая. Обычно мы знаем, что, к сожалению, люди приходят ко Всевышнему после чего-то проблематичного, когда человек не может найти уже никакой помощи, никаких ответов. И он обращается к тому, что вчера, казалось бы, было таким абстрактным и далеким, а сегодня становится самым важным. И человек изливает душу и получает какую-то помощь. Как сказано в наших писаниях, что как раз и Всевышний, он очень чутко относится к этому и отвечает сокрушенному сердцу и духу. Я начну с того момента, когда человек уже верит во Всевышнего, уже соблюдает заповеди. И, как говорят наши мудрецы, существует три основных уровня. Самый низкий уровень – это уровень выгодного, когда человек понимает, что да, действительно есть Бог. Это он знает. Но так ему хочется сделать что-то неправильное, и он этого не делает только лишь из-за того, что боится наказания. И наоборот, он делает что-то правильное только лишь для того, чтобы получить какую-то награду. Вот самая главная здесь цель – это цель, это выгода. Более высокий уровень – это уровень разумно. Когда человек не просто понимает, что есть хозяин, творец этого мира, человек понимает, что это единственно правильный путь. Что если он будет поступать даже вот так, как иногда ему хочется, это просто будет неправильным. И человек это делает не из-за того, что ищет какой-то выгоды. Он просто понимает, вот так должно быть и больше никак. Он ощущает себя, ощущает свои желания. Иногда его желания совпадают с желаниями всевышними. Иногда, если, слава Богу, человек чувствует, не совпадает, но он в силах совладать с собой и делает это на уровне разумного. И самый высочайший уровень – это, естественно, уровень – есть Бог. Все. Больше нет никакого твоего понимания. Есть творец этого мира, этот мир принадлежит ему. Я выполняю заповеди. Все. Я создан им только лишь для этого. И не важно, знаю я, не знаю, хочу, не хочу, как будто нет своего «я». Это самый высокий уровень, он принадлежит как раз праведникам. В основном в человеке эти уровни пересекаются. На каком-то уровне, я надеюсь, мы с вами являемся праведниками, на каком-то уровне мы действуем, потому что так разумно. И мы действуем, потому что это выгодно. Очень тяжело убрать с себя вот свое «я», превратиться в полный битву, что так сказал Всевышний. И мы это пытаемся найти и в духовной части нашей жизни, физической. В духовной мы хотим понимать, хотим разбираться, хотим уметь говорить об этом, рассказать другим. Хотим понять. А в физическом плане мы действительно хотим нормальной человеческой жизни, хотим парносы, хотим, чтобы у нас было какое-то благополучие. Ничего в этом плохого нет. Для этого Всевышний и сделал эти все уровни. Поэтому, когда человек осознает, скажем, свое какое-то несовершенство, честно говоря, это прекрасно. Нельзя сказать, что все, ты на каком-то там где-то уровне, все, ты ничего не достиг. Наоборот, это открывает перед тобой как раз тот путь, который ждет от тебя Всевышний. Это как будто начинается какой-то прекрасный боевик с очень хорошим концом, как нам обещает сам Бог. С Божьей помощью так все и произойдет. Но Тора, давая нам вот эти все уровни, дает и самый высочайший уровень. И вот этот уровень как раз показан в нашей главе, главе Пинхас. Вот Пинхас, это как символ самого высочайшего уровня служения Всевышнего. Когда человек что-то делает совершенно без капельки себя, без своего «я». А это делает только из-за того, что так хочет Всевышний. Это ревнитель, как нам говорят мудрецы, ревнитель Бога, которым являлся Пинхас. Перед тем, как более глубже перейти к самому Пинхасу, я хочу сказать о человеке со стороны действия, со стороны ошибки. К примеру, если человек сделал какое-то неправильное действие, ошибку, и человек вообще не думает, сделал и сделал, он не осуждает себя, даже не раздумывает, он считает себя правым. Мы называем грешник, у которого зло, самый нижний уровень. Если человек все-таки подвержен анализу, он начинает думать, правильно я поступил, неправильно, есть же какая-то сила, сотворившая этот мир Всевышний, доблословенно его имя, есть инструкция, синхронизируются ли мои действия с этой инструкцией, это уже прекрасно. Этот человек имеет веру, имеет огромную силу в своей душе раскрыть тот потенциал, который дал ему Бог. И, скажем, это не самый высокий уровень, но вот именно со стороны ошибки самый высокий уровень, когда человек что-то сделал неправильно, и он знает, что он скотина, он прямо признает, я вот неправ, я очень сильно ошибался, хорошо, если этот человек сделает шу и больше, так делать не будет. Но даже то понимание, вот только такое понимание, вот по чесноку, по-настоящему, что ты знаешь, что ты не прав в этом действии. Вот оно тебя ест, оно сидит в тебе, ты понимаешь, что оно как-то не соответствует, не вяжется с этим миром. И тогда человек склонен, имеет силу как раз вот себя исправить тотально, сделать эту шу, встать на тот путь, который не имеет отката назад, а постоянно это постоянный какой-то духовный рост. Опять же, возвращаясь к Пинхасу, Пинхас нам задает самую высокую точку, самую, можно так сказать, необычную, такой фантастический момент, когда полностью происходит совпадение, вот пик совпадения пространства, личности и времени. Потому что то, что сделал Пинхас, это настоящий подвиг. Как объясняют мудлецы, что человек может, ревнитель Бога, сделать вот такое действие, как сделал Пинхас. Пинхас убивает Земри и Косби как раз в момент разврата. И именно в самый этот момент. И закон говорит, что если он это сделает раньше, он будет наказан. Если он сделает это позже, это тоже не будет неправильно, он будет предан суду. Это должно быть такое вот совпадение, которое произошло как раз у Пинхаса. Когда все стоят и не знают, что делать. И вот на этом пике Пинхас выполняет свое действие. Делает полным совпадение пространства, времени и как раз личность. И когда он делает, почему это является как раз подвигом? Потому что он не знает, что произойдет потом. Ведь действительно, его могут казнить. В принципе, так и хотели после того, что произошло. Народ сразу сбунтовался и говорит, как так, неправильно. Как человек может без суда сделать вот такой как бы поступок. И сам Всевышний вмешивается в ситуацию и говорит, а Пинхас прав. И рассказывает через Маше, передает все эти знания. Дает ему награду, показывая всем, что Пинхас совершил самый уникальнейший поступок. Я еще привожу такой интересный пример. Знаете, как вот происходит что-то не так. Особенно это можно вспомнить, скажем, в подростковом периоде, когда происходит как-то там драка или какой-то буллинг. Кто-то кого-то обижает. И многие стоят, вот люди, они понимают, что вот что-то не так. И надо сделать какое-то движение, шаг, как-то это прекратить. А люди стоят и ничего не делают. Ну так происходит, к сожалению. И там-то не грозит как бы никакой опасностью, скажем. А здесь Пинхасу грозила реально смертная казнь за то, что он совершил. И он находит в себе силы, не думая, просто сделав этот поступок, из-за того, что это нарушает закон Всевышнего. И вот этот разрыв, который происходит у нас вот сейчас, в нашей главе, начинается о награде, о Пинхасе. Хотя, казалось бы, этот отрывок надо перенести в предыдущую главу, либо тот отрывок с предыдущей поставить сюда. Показано, что Пинхас не думал ни о какой награде, ни о какой разумности даже он не думал. Он просто понимал, что это неправильно. Это нарушение закона Всевышнего, хозяина этого мира. Вот Тора нам показывает самый большой момент, который только может быть. Это как раз поступок Пинхаса. Это удивительный поступок, это геройский поступок. Как я сказал, это является подвигом. Помните, как была история Великой Отечественной войны? Сейчас уже даже не знаю, что было, правда, неправда, но я уверен, что такие случаи 100% были. Человек, не думая матросов, накрывает своим телом пулемет. Прыгает, закрывает для того, чтобы спасти своих товарищей, они смогли занять какую-то там часть территории. Это подвиг. Он не думает ни о медали, ни о том, что будет потом, ни о том, что он любил, не любил, о своей жизни. Он просто делает поступок, отдает себя, это подвиг. Вот Пинхас здесь в этот момент точно так же не думает полностью о своей жизни. Ребба задает очень интересный вопрос. Где же вот в этом происшествии, которое произошло, милосердие и строгость ограничения, жестокость? Ведь Пинхас проявляет все-таки жестокость, жесткость. Он убивает человека, это двоих людей, это такое первое, скажем, убийство вот в таком плане. А что делает Земри с Косби? Он пытается оправдать свое колено, оправдать весь тот разврат, которым наиболее было задействовано его колено. И все то идолопоклонство, которое случилось из-за этого разврата. Казалось бы, Земри выступает как какой-то защитник, а Пинхас выступает как очень жесткий и жестокий человек, совершая вот такой поступок. Даже после этого поступка Пинхасу предъявляли обвинение. Ему говорили, что ты, внук Итро, который откармливал теля для идолопоклонства. Люди видели связь, то, что он унаследовал вот эту жестокость, жесткость, которая не присуща народу Израиля, не присуща тем людям, которые верят в единого Всевышнего. Потому что Бог – это проявление все-таки милости, милосердия. Но не зря он награжден Пинхас даром священнослужения. В нем же течет кровь Аарона. И Всевышний, давая эту награду через Маше, показывая народу, что нет, вы неправильно думаете. Вот как раз в этот момент Пинхас произвел самый великий уровень милосердия, милости, который только мог быть. Почему? Потому что он исправил ситуацию. Он раскрыл волю Всевышнего. Все, что исходит, мы знаем, от Бога – это добро. Это каждый из нас так говорит. Но теперь правильно понять, что иногда даже те ситуации, которые кажутся нам не очень хорошими, а это тоже милосердие Всевышнего. Оно признано для того, чтобы сделать мир еще лучше. Я говорю даже вот этой ситуации, которая сейчас. К сожалению, война, к сожалению, гибнут люди. Но любое плохое действие приходит в этот мир только лишь для того, чтобы потом стало еще лучше, чтобы потом раскрылось еще большее добро. А земли, в свою очередь, действуют наоборот. Казалось бы, он защищает свое колено, как будто он пытается разрешить то, что недозвольно оправдать даже кого-то. Но он нарушает закон Всевышнего. Но он, наоборот, вгоняет в мир еще в большую темноту. С всеми своими действиями и нарушениями Косби, и тем, что он спорит с Моше, и делает это как бы прилюдно. Но вся эта ситуация, она произвелась только для вот такого высочайшего раскрытия. Это пример для всех нас. Чтобы в душе у каждого из нас где-то рос маленький свой пинхас, который мог бы когда-то сказать жесткое «нет» в какую-то ситуацию, а не просто молчать и ждать, когда сделает это кто-то другой. Адин Штейдзай в своем комментарии на эту недельную главу, он берет более глобальное раскрытие этой темы. Он не просто относит к пинхасу. Пинхас является левитом. Но и Арон является левитом. И священнослужители в храме, чем они занимались? Они занимались жертвоприношениями. Они занимались, честно говоря, были связаны с кровью. Они делали шхиту, выполняли все эти действия. Левиты, наоборот, они пели песни, помогали коинам, помогали этому служению. Но если мы посмотрим историю этого колена леви, в котором находятся и коины, то первое проявление, которое всплывает на ум, это шхем, когда леви и шимон, они убивают 24 тысячи. И убивают так, что якобы это не нравится, якобы это было неправильно. Левиты потом исправляют свою ситуацию. В знаменитой фразе «Маше, кто за Бога ко мне», это когда был грех Золотого Тельца. И они берут и убивают 3 тысячи человек. Колена шимона не исправляет ситуацию, а продолжает находиться в этом же состоянии. И вот что происходит у нас сейчас. Это прошлая глава, глава которой мы изучаем награду за этот поступок. Так получается, что колено леви, если мы так посмотрим, получают награды, честно говоря, за очень такие жесткие поступки. И давайте скажем прямо, очень часто как раз за убийство. Еще вот пришло на ум Ханука. То же самое, это руководили хашманеи, это как раз были священнослужители. Это тоже левиты. Тоже такая ситуация, да, это великая победа, все прекрасно. Но само проявление, это проявление вот как раз самой большой жесткости. Самой большой гвуры, которая только может быть. Это как раз момент войны, честно говоря. То, что происходит и сейчас. В усилении того, что я сказал, вспомню комментарий Адина Штензальца на эту главу. Он берет более глобальную ситуацию. Ведь Пинхас из колена леви. Но и Арон тоже из колена леви. Если посмотреть на колено леви глобально, вот когда оно проявляется, мы сразу вспоминаем ситуацию в Шхеме, когда леви и Шимон убивают 24 тысячи людей и убивают неправильно. Яков с этим не согласен. Потом колено леви исправляет ситуацию. Но каким образом? В Маше знаменитая фраза, кто за Бога ко мне, и приходят левиты и убивают три тысячи человек. Шимон не исправляет ситуацию. Остается в своем же положении. И вот происходит то, что происходит в наших главах. Но тогда получается, что колено леви, как оно себя проявляет, честно говоря, вот такой жесткостью и своеобразной жестокостью. Если взять храм, чем занимаются священнослужители? Но ведь они тоже связаны с кровью. Они занимаются жертвоприношениями, шхитой, и всеми вопросами связаны с этим мясом и так дальше. Это тоже, скажем, не сладко. А левиты вроде бы должны им помогать, петь песни. Но мы смотрим, кто такие левиты. Это такая линия движения ни вправо, ни влево. Все, что хочет Всевышний. И апогеем является как раз Пинхас, который делает свой поступок. Очень важно как раз вспомнить здесь пророка Ильягу. А с какого колена это было неизвестно. Ну и сам Ильягу появляется очень загадочным образом, загадочная личность. И он приносит мир между людьми, решает много вопросов. На каждом обрезании он присутствует, потому что Ильягу покидает этот мир, он не умирает. Вместе с Машехом придет Ильягу. Но наряду с его такими вот милосердными действиями Ильягу очень жесткий. Когда он говорит про засуху, что не будет дождя, его все просят, он говорит, нет, только по моему слову пойдет дождь. Пока не будет так-то и так-то. Когда происходит случай на горе Кармели, он прославляет имя Всевышнего, раскрывает Бога, он потом убивает 400 этих служителей Бааля. Для этого надо, ну, такое, честно говоря, мужество и такая внутренняя жесткость. Вот как оно проявляется наряду с этим милосердием. И сказано, что Пинхас это Ильягу. Что в Пинхасе присутствовала душа Ильягу. Но Ильягу, ведь, как нам говорят каббалисты, это ангел. Ангелы возникли заранее, еще до сотворения других душ. Так вот это как раз такое проявление, которое создал Пинхас, вот это раскрытие максимальной силы. Говорят, что после этого события в душу Пинхаса вселилась чуть-чуть, вам, каббалы, да, души Надава и Ильягу. Как так может быть? Ну, каббалисты говорят, Аризаль говорит, что может. Простой пример, человек даже вот живет, живет он один, у него одни привычки, там, один характер, поведение, но когда он начинает заниматься собой, работать над собой, по-настоящему, он себя меняет настолько, что он становится другим человеком. Ну, разве это тоже не объяснение, что то-то какие-то движения, неведомые нам, происходят там вот в душах. Вот каббалисты говорят действительно так, что Пинхас это Ильягу, и плюс в нем еще были две души, душа Надава и Авигу. Потом просто Ильягу заняла более главенствующую позицию. К чему же мы приходим? Мы приходим к вопросу, откуда берется вот та ревность, которая была у Пинхаса, и которая проявляется и у Ильягу, и вообще у колена Левита, выполнять волю Всевышнего. Выполнять иногда на уровне, на грани как раз подвига. Откуда она берется? Ну, сама ревность, если мы возьмем человеческий пример, это производная любви. Ревность берется как раз из любви. Когда человек любит какой-то объект, он хочет, чтобы, пожалуйста, никто к нему не приходил, не прикасался, это его полностью. Он хочет сам приблизиться максимально к этому объекту. Посмотрев со стороны Всевышнего, мы увидим такую же ситуацию. Бог сам о себе говорит, я Бог ревнитель. Я создал еврейский народ, создал народы мира. Я это создал для того, чтобы они сделали мне жилище внизу, в этом физическом мире. И если они будут делать не так, а если они будут не идти ко мне забывать обо мне, я буду ревновать, я буду что-то делать, что-то такое, что будет их как-то будить. Вот точно так же эта ревность проявляется со стороны любви у человека. И на самом высоком уровне это проявляется как раз у Пинхаса, когда он делает вот этот подвиг, не думая ни о чем. Вот ни о какой награде. Нету в этот момент даже Пинхаса. А есть только воля Всевышнего, которую надо как-то реализовать. Почему я говорил, что эта глава вот тоже чудесная? Потому что говорить об этом можно. Как говорится, да, объяснить я могу, а вот понять бы, да. Вот объяснять можно, но понять вот эту ситуацию, вот этот уровень Пинхаса, это очень сложно. Потому что это настолько недосягаемая как бы вершина. И вот здесь каждый может задать себе вопрос. То, что он делает, как он живет. Это просто причастность, ну, к какому-то знанию, к какой-то группе. Где-то точке соприкосновения, а где-то я живу так, как я хочу. Либо это действительно следование воли Всевышнего. Его воля раскрыться в этом мире. В каждом моменте. И вот здесь задача, вот как Ашан, это дым, столб дыма, который сопровождал еврейский народ в пустыне. Как нам расшифровывают. Первая буква это Алам, это пространство. Ашана, вторая буква, это время, год. И Нешама, это личность. Вот соединение всех этих качеств в одну единую точку. И только лишь для одного. Для раскрытия Творца. Ведь если человек имеет как бы дом, да, и в этом доме там 10 комнат, и из них 5 просто захламлены, закрыты, забиты, вообще их занял кто-то другой, тот, который и не должен там быть, и которого ты хочешь выгнать из этой комнаты. Твой ли это дом? Справился ли ты с тем, с чем ты должен справиться? Навести порядок у себя дома. Так вот наша задача, и Пинхас нам показывает эту задачу, но показывает самый высокий уровень. Наша задача навести порядок. Раскрыть этот мир для того, чтобы здесь проявился Всевышний. И этот мир раскрывается на всех уровнях. От бытового уровня до таких моментов, которые произошел в лаве Пинхас, где он получает эту награду, до уровня подвига. Всем всего хорошего, всем мирного неба. Пусть больше мы не слышим этих взрывов. Пусть сотрутся имена всех тех, которые желают гибели Украины и гибели тех людей, которые здесь проживают. Я думаю, если Всевышний помогал Украине вот такое количество времени, он обязательно не остановится и будет продолжать это делать. Но наша задача все-таки показать себя с наиболее лучшей стороны. С Божьей помощью все будет хорошо. Всем пока, делитесь уроком, задавайте вопросы. Пока.